Политическая деятельность подразумевает многое, в том числе умение коммуницировать, грамотно и по делу высказываться и логически, а порой и нестандартно мыслить. Именно такие молодые люди, начитанные, инициативные и имеющие желание приносить пользу обществу, смогут вступить в новый состав молодежного парламента Щелковского района, выборов которой пройдут 29 ноября. В центре «Навигатор» перед предстоящим событием прошла встреча депутата Московской областной думы Владимира Шапкина и председателя территориальной избирательной комиссии Германа Верницкого с молодежью. Обсудили самые насущные вопросы. Они другие, им строить будущее. Сегодня очень многие их идеи, на первый взгляд, кажутся фантастическими или для нас странными, по крайней мере. Но когда при встрече, беседе, начинаешь понимать, что есть рациональное зерно, ведь все начинали с того, что играли в солдатиковы, играли в куклы, но потом вырастали взрослыми людьми и становились профессионалами своего дела. Ребятам напомнили, что кандидатами могут стать молодые граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на территории Щелковского района. В остальном встреча прошла в виде интерактива. Вопросы на политическую тему задавали как ребятам, так и сами ребята. Все вы готовы сбраться в молодежный парламент Щелковского муниципального района. Я как бы, прежде чем рассказать о самой структуре вообще, какие-то дать вам советы, хотел бы немножко вернуться в историю и, может быть, даже где-то задать какие-то вопросы вам. Потому что история парламентаризма насчитывает практически 10 веков, а то и более. А вообще, кто-нибудь знает, где образовался первый парламент, так называемый? Мы, молодое поколение, как правильно сказал Владимир Николаевич, мы родились уже в новом веке, мы поколение современной России. И мы видим проблемы, многие не так, как старшее поколение, мы видим их по-своему, то есть у нас свое видение. Молодежный парламент Щелковского муниципального района принимает активное участие в различных социальных проектах, нося новые идеи в их реализацию, а также занимается освещением проблем молодежи. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».